Кроме техники Экран загорелся, да? Все, ну тогда поехали Добрый день, еще раз Да, коллективно Сегодня у нас будет даже не столько лекция Поскольку не единая тема А скорее доклад Посвященный тем, так сказать, новым вещам Которые мы обнаружили С которыми мы столкнулись Во время поездки в Перу В январе-феврале этого года Вот здесь присутствует Юля Сергей, которые были Ну, с которыми мы ездили Так что, если что, не дадите мне соврать Или поправите Ну вот, мало ли, что забыл Значит, речь у нас пойдет О двух, так сказать, темах Это палеоконтакт И камни ики Ну, начнем с первого И здесь требуется, на мой взгляд Небольшое предисловие Применительно к палеоконтакту И вообще всей этой проблематике Кстати говоря, не знаю, как в Европе и в Штатах Но у нас в стране Первые идею о посещении нашей планеты Представителями других космических разумных рас Высказал в 1928-1929 году Никто иной, как Константин Эдуардович Циолковский Вот, то есть он был первым Ну, понятно, в силу своего мировоззрения Который, так сказать, публично эту вещь озвучил И опубликовал эту мысль в своей работе Хотя термин палеоконтакт Тогда еще термин палеоконтакт Не был еще введен Но он говорил именно об этом Так вот, по поводу Палеоконтакта И темы, так сказать, иного разума Я тут не так давно посмотрел в интернете Информацию В общем-то проводились опросы общественного мнения На эту тематику В частности, там лет 7 назад на Западе проводился опрос И как бы представители, респонденты Трех там ведущих западных держав Америки, Германии, Англии В общем-то от 52 до 54 процентов респондентов Признали, что они искренне верят В наличие, так сказать, иного разума Иных разумных рас во Вселенной По другому опросу Вот не знаю, как они там стыковались Ну, вопрос, как, так сказать, проводились эти опросы 70 процентов респондентов Сказали, что верят в то, что в древности Инопланетные представители посещали нашу Землю Аналогичный опрос несколько лет проводился и в нашей стране Но у нас это как бы несколько иной показатель Согласно этому опросу, только 25 процентов респондентов Ответили, что они верят в существование Иных форм разумной гуманоидной жизни Во Вселенной Возникает логичный вопрос Почему большинство людей Ну, в данном случае в нашей стране Либо не верят в это Либо относятся к этому крайне скептически На мой взгляд, здесь можно выделить Три основных причины Ну, первое, это то, что данные вещи Нас не учили ни в школе, ни в ВУЗе Чему нас в школе не учили Тому мы, собственно говоря, и не верим Вторая причина, из которой, собственно говоря Первая, на мой взгляд, вытекает Это то, что данная проблематика является Собственно говоря, ни много ни мало государственной тайной Ну, на мой взгляд, это вполне логично Потому что, вот, вряд ли кто из здесь присутствующих Уверенно скажет, что я вот принимаю активное участие В межгосударственных отношениях Что логично, потому что они потому и называются Межгосударственные, потому что это отношения Между двумя государственными, а не между народами И, соответственно, во все времена И сегодня эти взаимоотношения являются государственной тайной Даже сколько бы нам не показывали там по телевизору Или в интернете, в прессе Вот, допустим, премьер-министр такой страны Приехал в другую страну Прошли переговоры, обсудили такие вопросы Заключили такие-то договоренности Мы прекрасно понимаем, что это только обертка А какая конфетка в это завернута Нам никто не скажет, потому что Вполне естественно, что это является государственной тайной Что уж говорить про взаимоотношения Государства конкретного, отдельно взятого Или нескольких, с представителями других разумных рас Естественно, что это тема высшей степени секретности И в наших условиях, примитивно к этой теме Наивно ожидать, что со стороны властей Будет поступать какая-то официальная информация по этому поводу И, на мой взгляд, это как бы даже не стоит Обращаться к вопросам конспирологии Гораздо все проще Потому что, ну вот, с бытовой точки зрения Обычный обыватель, ну, может задать представителям власти Простой вопрос Если вы знаете о том, что на планете присутствуют представители других разумных рас Почему вы не предпринимаете каких-то конкретных действий Они могут укражать нашей жизни, нашему здоровью Почему вы бездействуете? Естественно, для власти и для любой государственной структуры Проще объявить этот феномен несуществующим Чем попадать в такую, так сказать, глупую ситуацию Ну и третья причина Тоже, на мой взгляд, бытовая Потому что подавляющее большинство людей В ходе своей жизни не сталкиваются с представителями инопланетных рас Ну, просто по жизни И не имеют такого опыта Да, сотни тысяч людей видят в небе неопознанные летающие объекты Но это, так сказать, один феномен А личный контакт с разумным гуманоидом совсем другой А раз мы этого не имеем в собственном жизненном опыте Значит, этого как бы и не существует Хотя, с другой стороны, допустим, кто из нас напрямую общался, допустим, с китами Китов мы видим по телевизору, в книжках Вот, знаем об их существовании Но лично, тем более в их среде Общались с китами просто единицы При этом, как бы, многие биологи сегодня Открыто признают, что китообразные Обладают высокой степенью разума, а то и интеллекта А некоторые, так сказать, вообще выделяют их в отдельную негуманоидную разумную разум на нашей планете И ничего, просто киты это киты, это дело привычно А вот инопланетян нет Потому что, опять-таки повторюсь В первую очередь, это высшая степень секретности в любом государстве Поэтому большинство людей и относятся к этой проблеме, на мой взгляд, так вот скептически Или полностью отрицают Хотя, в данном случае, ориентироваться на большинство не имеет смысла Потому что, как мы все прекрасно знаем Любое открытие в науке является открытием индивидуальным То есть, оно делается либо одним человеком, ученым-исследователем Либо узким коллективом, которым работает над данной проблемой Так сказать, большинство никаких открытий в науке не совершает И не развивает науку Это понятно Если тут вспомнить, так сказать, старую армейскую поговорку Что вся рота идет в ногу А один идет не в ногу Но тот, который идет не в ногу Он рано или поздно может показать Что его походка более эффективная Более, так сказать, полезная И тут два результата Либо рота принимает это Либо отрицает И тогда, так сказать, данное открытие пропадает в туре Но в любом случае, пока один идет не в ногу Он, естественно, получает, так сказать, нарицание по башке от начальства За то, что идет не в ногу Ну вот, и мы сейчас с вами тоже пойдем не в ногу Значит, я начну с темы, так сказать, не столько палеоконтакта Сколько с темы современных контактеров С которыми мы столкнулись во время нашей поездки в Перу Ну, как это вполне закономерно И постоянно случается в нашей жизни Когда заточен на одну конкретную проблематику или тему И идешь к ней То информация на эту тему Как бы сама начинает к тебе поступать Появляются люди, с которыми ты сталкиваешься А поскольку, как бы, после Перу У меня была запланирована поездка в Мексику Именно для знакомства с теми материалами О которых я рассказывал в предыдущих лекциях То, соответственно, вполне логично, что и в Перу Ну, не то чтобы на каждом углу Нам попадались люди, которые так или иначе были вписаны в эту тематику Начну с того, что в один из первых дней Когда мы поехали в город Ика Мы остановились по дороге в небольшом городишке под названием Чилка Это прибрежный городок, который находится примерно 80 километров к югу От столицы Перу, города Лимы И он известен тем, что на протяжении десятилетий Очень многие люди наблюдали феномен НЛО И наблюдают сейчас Более того, в начале 80-х годов Именно из-за этого в Чилке был проведен международный конгресс уфологов Вот, и после этого, или под это мероприятие Там поставили памятник летающей тарелке Грубо говоря, это сделанная из бетона летающая тарелка Классического варианта типа Вот как на этой фотографии На наклонном бетонном столбе Я ее видел из окон машины, когда я ездил первый раз по американскому шоссе И вот ребятам сказал, давайте заедем, посмотрим Пять минут сфотографируемся у летающей тарелки Ну, так, раз по дороге Жалко, что ли, 20 минут потратить Короче говоря, памятник мы не нашли Вот, и после некоторого количества расспросов Остановились у маленького музейчика Частного Посвященного НЛО Значит, владелец этого музея Кстати говоря, он так как-то Представился вроде как Ну, я не запомнил его имени Вы тоже не помните? Такой типичный Краевед Художник-самоучка Вот здесь он на фотографии стоит с гербом города Чилка Который он нарисовал И вот он нам рассказывал, что он многократно видел Различные типы летающих объектов над Чилкой Как над окраинами самого города Так и в соседних, прилегающих городу пустынных местностях И будучи художником, он, значит, эти вещи зарисовывал Ну, в его музейчике, хочу пару слов сказать Собраны, как бы, артефакты местные Древних культур этого региона Наска, Паракас Вот, которые вот у него так вот стоят на полке В общем-то, обычные вещи традиционных местных культур Первого тысячелетия новой эры Но, помимо этого, значит, в его собрании Есть и картины его работы Которые отражают то, что он видел своими глазами В частности, различные виды летающих тарел И гуманоида Вот обратите внимание, вот эта фотография его картины В общем, такой простой примитив С душой сделанный И, что любопытно, здесь мы видим Типичного представителя Так называемого расы серых, да С антеннами на голове И, как ни странно На... тоже увеличу Это вот хлопчатобумажный пояс Из, так сказать, любительских раскопок Скорее всего, культура Наска Где изображено подобное существо Естественно, в стилизованном варианте И вот здесь я покажу вам несколько картин На которых он изобразил различные типы летающих тарелок Форма которых, кстати говоря Повторяется в артефактах Центральной Мексики Только там они сделаны из керамики или из камня Здесь же это как бы живописные работы Собственно говоря, очевидца Хочу, так сказать, сделать акцент на одной из работ Это он специально объяснил Что вот он лично видел Что на днище тарелки существует вот такой спиралевидный Или, точнее сказать, подобный лабиринту узор То есть это как бы не фотография, естественно А картина по памяти И подобные рисунки находят в пустыне Которая, так сказать, начинается за чертой города Вот можно видеть это на данной фотографии Точно такой же узор Кстати говоря, Леша Повторяет логотип нашей, так сказать, группы Истоки цивилизации Правда там Карельская Да, а здесь точно такое же практически Один в один изображение Только, извиняюсь, из Перу Можно заметить Андрей, секундочку Вот то, что он Одна из картин предыдущая Просто это очень важный момент С такой нашлепкой сверху Это на самом деле Дальше Уйди Вот Вот она Это Короче, это, по-моему, в Швейцарии Билли Майер Майер, короче, фотограф Он снимал такие тарелки Это было, там, в 60-е годы Именно вот с такими нашлепками сверху Они очень характерны Да, есть такие фотографии Я тоже видел их, естественно, фотограф На фабиле, не помню Ну, Европа, Швейцария Европа? Да, да, да Он не просто, он снимал Он контактировал с ними Общался И они позволяли ему снимать А, решил, что он швейцарец? Да, да, да То есть это 60-е, 70-е Ну, то, что на днищик летающей тарелке Логотипы еще Нет Ну, давайте мы сейчас дискуссию закончим Да, а то я не уложу Дискуссию после Давайте Значит, я сейчас к этому приду Давайте Вопросы в конце Значит Эти следы от летающих тарелок Остаются в песке В виде неглубоких желобков Немножко напоминающих, так сказать, рисунки В пустыне Наска Хотя очень неглубокие То, что вы видите на данной фотографии Это вещь рукотворная То есть местные уфологи По этим желобкам выкладывают Из мелких камушков рисунок Чтобы он был лучше виден Потому что Сами вот Канавки В песке Видно только когда к ним подойдешь Издалека не видно То есть Для Для того, чтобы подчеркнуть Усилить восприятие этого контура В общем-то Следует сразу отметить Что перуанцы Очень даже Не знаю Проводился ли у них Подобный опрос Но они на Теме НЛО И Контакта с иными Заточены Гораздо сильнее нас То есть Вот Вырезка из местной газеты Подтверждение Контакта с НЛО Вчилка И очень большое количество людей Как бы Занимается изучением этого вопроса Но я еще раз повторюсь Действительно Как бы В этом регионе На протяжении десятилетий Тысячи свидетелей Фиксировали Это Визуально И при помощи Фото и видео Аппаратуры Ну и Скажем так Хуан даже Сделал Определенный макет По его заверениям Значит Справа Находится Так стать Ну Примитивное изображение Поселка Чилка Городишко А слева Это кстати Океанское дно Потому что Материковая плита В данной На данной территории Очень резко Уходит Вниз То есть Там Непологое Дно Там нет шельфа И Так сказать Там есть Даже определенный Больших глубин Впадины И по его заверениям Именно Буквально Примыкая К побережью Находится База Этих инопланетных Тарелок Которые Вот он Изобразил Здесь В виде Так сказать Искусственного Купола Под которым Она находится И Подавляющее Ну в смысле Огромное количество Очевидцев Наблюдали Как Тарелки Опускаются В океан И Вылетают Оттуда На основе Чего он И сделал Такой вывод Хотя возможно У него были И другие источники Потому что Я честно говоря Сейчас не вспомню Говорил ли он Лично О своих Контактах С ними Или нет Что-то говорил Да Ну Поскольку Мы действительно Были на бегу Кто-то слышал Что-то Кто-то Что-то не слышал Пока Осматривал Экспозицию А Ну вот Это Наш Друг Женя Вот Они Как Похожи Значит Вот Это Первый Так сказать Контактер С которым Мы Столкнулись Второй Товарищ Который Как бы Попал В зону Нашего Внимания Совершенно Неожиданно Этот эпизод Произошел В Алиантай Тамбо Хорошо известном Памятнике Где находится Древний Мегалитический Комплекс И спустившись С которого Мы проходили Через Небольшой Местный Рыночек И вдруг Увидели Так сказать Лоток На котором Палаточку Да Не только Представлен Там Изделие Из Шерсти Лама Альпака И всякая Местная Бижутерия Ну и вот Такое Нное Количество Черепов Сделанных Прежде всего Из различных Пород камня Естественно Мы не смогли Пройти Мимо Этой вещи Познакомились С этим Товарищем Энрике Ну как он Представлялся Генри Вот он В коллективной Фотографии Душевный Такой Мужик Вот Местный Вот Черная Шляпа Ну он Немножко Отличается От От нас Хотя Не сильно И соответственно Мы с ним Два раза Общались То есть Сначала Большой группы Потом Уже когда Остались На Неделю Позже Приехали К нему Тоже Специально С ним Пообщаться На эту Тему Что оказалось К сожалению Не получилось Здесь Выйти На Интернет Чтобы продемонстрировать Интервью С ним Женя Сделал Смонтировал Хорошее Интервью Поэтому Расскажу Своими словами Значит Энрики В общем-то Давно Сидит на Галлюциногенах То есть На Авиаласке На Кактусе Сан-Педро И на Траве Вилка Вот И во время Таких Церемоний Ну Естественно Не с детства Как бы Я так понимаю Уже Во взрослом Возрасте У него Начались Контакты С Представителями Этих Другой Расы Он С ними Вот Состояние Измененного Сознания Общался И после Этого Начал Изготавливать Черепа Их Черепа Ну Мы Видели И в общем-то Это Видно По Фотографиям Что Это Не Какой-то Шаблон А Все Черепа Имеют Разной Степени Вытянутости У кого-то Есть Гребни На Один Череп У него Был Из горного Хрусталя С торчащим Ну Оставленного Специально Оставил Кристалл Этого Горного Хрусталя В виде Рога И сказал Вот Просто Я Один Из Контактов Был Именно Вот С таким Существом У которого Рог Из головы Торчал Что Интересно Вот Допустим Вот Этот Череп Сделан Из Метеоритного Железа Как оказалось Царская долина И особенно В районе Аляна Тайтамба Просто Напичкана Метеоритным Железом То есть Там Как будто Стоит Какая-то Ну Не знаю Плотина Куда Вот Так Вот Падающие Метеориты Ну Там И остаются Не разносят Их Там По горам И В общем-то У местных Нет Особых Проблем Ну Из Тех Кто Этим Занимается С тем Чтобы Этот Материал Собирать Ну А Генри В частности Вот Такой Почти 30-килограммовый Череп Иного Сделал Целиком Из Куска Метеоритного Железа Вот Серега Тоже У него Приобрел Соответствующий Череп Только Маленький Тоже Из Метеоритного Железа Вот Тоже Явно Не Гуманоидный Хотя Какой-нибудь Антрополог Сказал Что Естественно Это Вот Так Сать Ну Какой-нибудь Представитель Гоминидов Из Серии Пяти Кантропов Хотя Тут Есть Центральный Гребень Вот И Явно Не Имеет Отношения К К Нашей Родной Антропологии Ну И Еще Один Тоже Такой Сувенирный Из Лучше Ко мне Подойти Я забыл Что я На Привизе Ничего Не Упало Здесь Два Черепа Сувенирных Современная Работа Не Не Древняя Вот Один Сделан Из Обсидиана Второй Более Крупный Из Метеоритного Железа Что Самое Удивительное То Есть Он Достаточно Подробный Рассказывал Вел С нами Очень Открыто Душевно Вот Пожалуйста Что К сожалению Вот Ему В общем Не с кем Пообщаться На эту Тематику То есть Он Как Изгой Вот Другие Кто Принимают Те же Самые Галлюциногены В контакт С этими Товарищами Не входят И Лично С ними Не встречаются И Вот Он Тоже Рассказал Нам Интересную Историю Что Несколько Месяцев Назад До Утром Там От Пяти До Шести Утра Выходят Во двор И Перед Ним Стоят Живьем То есть Бесять Галлюциногенов Двое Таких Товарищей Метр С кепкой Ну Типичные Каких Он Изображает Он Позвал Свою Семью Вышла Жена Младший Сын И Старшая Дочь Что Любопытно Значит Ни Жена Ни Дочь Их Не Видели А Маленький Пятилетний Сын Да Пап Я Вижу Вот Они Стоят То есть Здесь Как бы На мой Взгляд В первую Очередь Играет Даже Не Пол А Возраст То есть Сам Он Имеет Способности Контакту Жена Взрослая И дочка Уже Подросшая Не Имеет А Пятилетний Сын Их Видит То есть Это Вопрос Как бы Который Не Имеет Объяснения В Материалистической Науке Но В данном Случае Я Еще Раз Повторюсь Сегодня Передаю То С чем Мы Столкнулись То Передаю Информацию От Людей То У Меня Вторые Руки Не Высказывая Каких Либо Конкретных Гипотез Или Предположений Мое Дело В данном Случае Донести До Вас Такую Новую Необычную Информацию И Он Еще Говорил Что Действительно НЛО У них По Долине В районе Алянда Тамба Летают Постоянно И Более Того Сам И Другие Жители Этого Городишка Были Свидетелем Того Как НЛО Уходят Просто Влетают В скалу На другом Берегу Урубамбы Где Там Такой Достаточно Вертикальная Стена Высокая Ну Горная Там Идет Неглубокое Ущелье И В ответственную Скалу Они Влетают В этом Плане Я бы Хотел Показать Тоже Ряд Фотографий Чтобы Подтвердить Вот Эту Информацию Но Я в свое Время Читал Небольшой Доклад У Вадима Черноброва Светлая Память Его В Космопоиске Посвященный Интиоатане Интиоатана Это В переводе С Языка Кечу Ну Грубый перевод Коновязь Солнца Хотя Это Вольный перевод Потому что Инти Это Термин Обозначающий Солнце А Уатана Ну Привязка То есть Коновязь Солнце Это Испанский Вариант Свободный То есть Это Представляет Из себя В тех случаях Которые мы видели Выход Скальной породы Как правило Гранита Или гранита Базальта Из которой Торчит Такой Вертикальный Столбик Ну я думаю Это вы все узнали Это Интиоатана На Вершине Так сказать Пирамидальной Горки В Мачу-Пикчу Хорошо Всем известная И являющаяся Так сказать Одним из основных Точек Туристического Маршрута По этому памятнику Наш друг Рома Который Тоже с нами Провел Там неделю Тоже нам Рассказывал Информацию Что Вначале На Мачу-Пикчу Ему это Рассказывали Местные Экскурсоводы Ну которые Там не только Будут экскурсию Но и проводят Гораздо больше Времени А потом Такую же Информацию Он услышал В других местах То есть Местные Ребята Своими глазами Видели Как светящиеся Шары НЛО Неопознанно Летающий Объект Да хоть Плазмоидом Не важно Как назвать Уходили В вершину Вот этого Столба Погружаясь Внутри Скалы И Отсюда Как бы Ромино Предположение Что именно Поэтому Эти Сооружения Получили Наименование Привязка Солнца Потому что Инти Можно обозвать Не только Как бы Наше Главное Светило Но и Светящийся Шар Плазмоид Который Имеет Желто Оранжевый Цвет И возможно Имеет Ту же Самую Природу То есть То что Говорил Генри О том Что шары Исчезают В скале Подверждается Информацией От других Людей Которые Тоже Видели Это Своими Глазами И вот В ходе Нашей Поездки Мы Еще на Ряде Памятников Именно Вот Это А Секундочку Это тоже Мачу-Пикчу То есть Одна Интюатана Стоит На самой Вершине А вторая По Примерно Верхней части Памятника Где Расположен Такой Полукруглый Храм Который Естественно Тоже Считают Храмом Солнца Стенка Огородительная Сделана Вокруг Естественного Выхода Скального Который Обработан Вот В такой Неимоверный Ну Не имеющий Каких-то Геометрических Закономерностей Формы Но Это Типичная Архитектурная Черта Для Древних Памятников Перу Не Ингских Естественно Инки Пришли на Эти места Естественно Самыми Последними И уже Встали На Древние Священные Места Превратив Их В собственные Центры Поклонения В собственные Сакральные Места Ну В общем-то История Типичная Для любой Части Света И вот Под этим Храмом То есть На Нижнем Уровне Находится Еще одно Святилище Совершенно С безумным Примером Каменной Кладки Которая Вот так вот Волной Сделана Из гранитных Блоков Обтекает Естественный Выступ Обработанной Скалы И вот Так вот Волной Идет Ну Больше Как бы На других Памятных В Перу Вот Такой Шедеврической Работы С каменными Блоками Я нигде Не встречал Некое Подобие Есть Но Не в Таких Неимоверных Масштабов Такой Технологии Камня Обработки И Под Соответственно Внутри Вот этой Ниши Расположена Еще одна Интиотана То есть Не на Открытом Воздухе А Сокрыта В таком Искусственном Гроте И третью Интиотану Мы видели На Следующем Памятнике Писоки Который Расположен Практически В 200 Км От Мачу Пикчу Тоже Древнейший Ритуальный Центр Перу Здесь Тоже Две Интиотаны Вот Такой Же Полукруглый Храм То есть Тот же Самый Принцип Главного Светилища На памятнике Полукруглой Стенкой Обнесен Выступ Естественный Скальный Выступ Гранитный В центре Интиотана И Сбоку За вот этой Стенкой Еще одна Интиотана Маленькая Возможно Как и на Мачу Пикчу Она раньше Была Гораздо Выше Ну Со временем Либо Разрушилась Либо Пострадала Отбили Потому что Что касается Интиотаны На вершине Мачу Пикчу Хорошо Известно Что в середине 70-х годов Японская Кинокомпания Снимала Научно Популярный Фильм О Мачу Пикчу И о древних Ингах И у них Упал Съемочный Кран И ровно Половину Этого Столба Попросту Отшиб Вот Поэтому Сегодня Интиотана На Мачу Пикчу Два раза Ниже И еще Одного Интиотану В районе Саксу Амана Так называемый Храм Луны Тоже Древнейшее До Ингское Сооружение Мы Увидели Вот Здесь Посмотрите Я Увеличу То есть Это Небольшой Столбик Тоже Не Сделанный Искусственный Из блоков А Вырезанный Из Цельного Куска Скалы Гранитная Площадка Была Стесана Отполирована Чтобы Оставить Один Торчащий Столб Интиотаны Привязки Солнца То есть Исходя Вот Из этих Так Сойти Данных Возникает Вполне Закономерное Предположение Что Древние Перуанцы Умели Контактировать С С Этими Явлениями Не будем Выносить Им Сегодня Конкретную Оценку Что Это Это Природный Это Феномен Разумный Неразумный Неважно Но Наличие Подобных Архитектурных Памятников И свидетельства Очевидцев Которые Фиксируют Подобный Феномен В настоящее Время Именно И позволяет Сделать Такое Предположение Что Древние Находились Во взаимосвязи С этими Представителями Неважно В данном Случае На сегодняшний День Для меня Разумно Неразумных Существ Ну и Теперь можно Перейти К Палеоконтакту Наверное Вы В большинстве Так Своем Сталкивались С этой информацией Которая появилась Полтора года Назад В интернете О том Что В пустыне Наска Нашли Мумию Инопланетянина Потому что Действительно В интернете Было Много Материалов И Фото И Статей И Видео В общем-то Я ее называю Белая дама Хотя Исследователи Дали ей Ну как Часто дают Уникальным мумием Собственное имя Мария Будем Называть ее Мария Значит Это Вот такая Мумия В Фотографии С разных Ракурсов Которая Имела Длинные Пальцы На руках И ногах И На руках И на ногах Она имела По три пальца Вот в таком Положении Она была Найдена Глаза Это Немножко Реставрация Глаза Имели Очень странный Вид То есть Совершенно Не соответствовали Нормальным Человеческим Глазницам Череп Был удлинен Это Вот как раз Фотография Ног Рентгена Грамма Вот И в общем-то Естественно Это вызвало Неподдельный Интерес И Достаточно Большое Количество Исследователей Занимались Изучением Этого Этой Находки В том числе И наши Наши исследователи Константин Коротков Это профессор Из Санкт-Петербурга Год назад Приезжал в составе Международной Делегации На исследование Этой мумии И в общем-то Даже взял Образец Для ДНК Исследований Но Результатов Этого Исследования Его Я в интернете Не встретил Ну Скажу Лично Не стал Связываться Потому что Эта история Как бы Имела у нас Как бы Личное продолжение Естественно Когда появились Эти материалы Это сенсация По поводу Находки мумии В пустыне Наска Появились И Разгромные Материалы Которые Доказывали Что это Никакая Не инопланетная Музыка Не инопланетная Мумия А настоящий Фейк Собственно Говоря Проводились Замеры Брались Части Тела Для Экспертизы Делались Рентгенограммы Этой мумии И мумии Других Существ Которые были Найдены Вместе с ней Там было Найдено Более 20 И в общем-то Результат Был Очень конкретный Что это Действительно Новодел Но Все доводы Которые Были Приведены Скептиками Они Абсолютно Правомерные Начиная с того Что Сама Мумия Покрыта Какой-то Белой Известью Или Глиной Что Совершенно Не соответствует Так С этим Привычным Перуанским Мумиам Которые В ходе Естественной Мумификации Остаются Покрыт Кожным Покровом Вот на этой фотографии Хорошо видно Как это Как это Сыпется Что Не может быть У Даже Не Человека А у Другого Существа Таких Вот Глазниц То есть Это Имитация Глазного Яблока Которая Естественно Не сохранилась Что Сбоку Там Где Ухо Видно Что Это Сделано Искусственно Более того Рентгенограммы Так сказать Костей Как Самой Марии Так И Существ Которые Были Найдены Вместе С ней Вот Я сейчас Покажу Сначала Несколько Фотографий То есть Единственная Вот эта Белая Дама Мария Она Была Нормального Человеческого Роста А остальные Были Вот Маленькие Карлики Вот Причем С разными Формами Черепа В Всключенных Позах Выпременных Их Было Достаточно Большое Количество Еще Рас Скажу Больше 20 Они Также Были Подвергнуты Несколькими Видов Исследования И Вывод Был Сделан Тот же Самый Что Это Никоим Образом Не Натуральные Остатки Антропоморфных Гуманоидов Ну Не важно Человеческих Нечеловеческих А сделанные Искусно Искусственные Куклы Скажем так Именно поэтому Вот видно на этой фотографии Дальше будет видно Рентгеновские снимки Вот эти вот Малые Скелеты Имеют Очень странную Анатомию Анатомию А именно Прямоугольные Ой Горизонтально Расположенные Ребра Что Абсолютно Нетипично Для Земных Существ Не только Для человека Но и для Млекопитающих Совершенно Не Ненатуральные Неважно Для Какой Расы Гуманоидной Это относится Формы Глазниц Вот Более того На одной Из Как бы У одной Из Таких Вот Мумий Внутри Были В районе Таза Обнаружены Обнаружена Галька Еще какие-то Вот Странные Стяжки И вот Здесь Хорошо Видно Какая У него Система Ребер В общем Исследования Этих Мумий Также Исследователи Пришли К Однозначному Выводу Что Это Не Шибкая Искусная Подделка Но Действительно В общем-то Для Не только Для Человек Для Приматов Допустим У нас Здесь Локтевая Кость Не Одна А Две На То есть Даже Не Специалист Там Антропологу Или Там Патолога Анатому Видно Что Это В общем-то Составленный Из Разных Костей Сделанной Костейки И Признавать Их За Конкретную Реальную Мумию Инопланетного Существа Просто Глупо Я с этим Совершенно Согласен Что Это Ни в коем Мере Нельзя Считать Мумиями Инопланетян В общем-то Вся Эта Сенсация Была Закрыта Потому Что В общем-то Достаточно Большое Количество Исследований В разных Лабораториях И Разными Учеными Выдало Однозначное Мнение Все Сенсация Не состоялась Тему Закрыли Но Не так Все В этой Истории Просто Собственно Говоря Я Теперь И Перехожу К самому Постать Интересному Дело В том Что К сожалению Одним Из Главных Методических Приемов Науки Является То Что В старом Анекдоте Говорилось Что Здесь Читаем Здесь Рыбу Заворачиваем Точно Так же В любой Книге По Методологии Науки На первую Ступень В первую Очередь Ставится Комплексный Подход В данном Случае Те Ученые Которые Изучали Эти Артефакты Эти Останки Напрочь Забыли О комплексном Подходе А действительно Суть Этой Истории Заключается В том Что Это Эти Все Останки И артефакты Происходят С одного Места Захоронения То есть Это Комплекс А не Случайно Найденные Там В песке Или В пещере Отдельные Мумии Значит Где-то В пятнадцатом Году А Сначала Значит Вот На фотографии Перуанский Парень Который Собственно Говоря И Поднял Эту Историю Вывел И на свет И как бы Стал Основателем Застрельщиком Этой Сенсации В общем То Он Шифруется Есть ролики Вот Это Из-за Его Интервью На Испанском Языке Но С английскими Субтитрами Где он Достаточно Подробно Рассказывает Историю Этой Находки Вот Нам Благодаря Помощи Ромы В общем Удалось С ним Встретиться В городе Куско Мы Состыковались Все это Как бы Под Конспирологическим Так С этим Прикрытием Потому Что Он Сказал Что Придет В темных Очках И В черной Шапке К Центральному Фонтану В 9 часов Вечера Когда темно Действительно Я ждал Появляется Мужик В темных Очках Когда Вокруг Темень Правда В черной Шапке Обещал В белой Быть Этого Фонтана Он Сделал Вокруг Этого Фонтана Сам Ко мне Подошел У меня Тоже Вычислил Говорит Я Вот Поле Ну Хорошо Потом Юля С Оксаной Подошли Мы Сели В кафешке И Где-то Полтора Часа Общались И он Нам Эту Историю Рассказал Потому Что Действительно Он Уже Три Года К Этому Времени Занимался Исследованием Данного Феномена Более Того Он Показывал На Своем Ноуте Материал С Фотографиями Которые Он Подготовил Если Я Не Ошибаюсь Для Французского Издательства С которым Договорился Об Издании Книги На Эту Тему То Не В Перу А В Мексике И Вот В чем Заключается Его История Что В ходе Исследований Которые Длились Больше Двух Лет И Он Что Это Не Являются Мумиями Древних Представителей Иных Разумных Рас А Это Новодел Ну Однако Новодел Не Сегодняшний А Новодел Которому Полторы Тысячи Лет Значит Он Всячески Отрицал Своё Участие В Находке Этого Захоронения Говорил Что Это Его Друзья Нашли Значит Точное Место Не Раскрывается Единственное О чем Поле Говорил То Что Находка Была Сделана В Прибрежной Зоне Департамента Ика Это Вот Город Кстати Говоря Где Находится Музей Хавьера Кабрера С камнями Ики Столица Департамента Значит Случайно Ну Понятно Что Это Были Местные Черные Археологи Проходя С Разведкой Они Значит Наткнулись Щупом На Каменную Плиту Расчислили Песок Обнаружили Что Это Закладной Камень Вскрыли Его И Увидели Проход Значит Проход Вел В каменный Склеп То есть Он Специально Подчеркнул Что Это Не Пещера А И И Искусственно Сделанный В скальном Основании В Звестняковом Искусственный Склеп Причем Он Выложен Каменными Плитами С Хорошей Обработкой Как Вот Вход Так И Внутренние Помещения К сожалению Ребята Делали Очень Слабенькие Сделали Фотографии При Помощи Налобных Фонариков Поэтому Судить О Технике Кладки Крайне Сложно Но Даже При Таких Фотоматериалах Можно Говорить О том Что Обработка Горной Породы Здесь Достаточно Высокотехнологична Значит В этом Склепе Находилось Два Саркофага Тоже Каменных Фотографии Он Приводит Но Там Просто Черная То есть Не Различить Ни Контра И Тем более Породы И Как Саркофагах Так И Рядом С ними И Были Найдены Вот Эти Куклы Как Сама Мария Белая Дама Так И Все Эти Маленькие Карлики Плоские С различными Типами Деформированных Черепов Исследования Показали Что Действительно Все Эти Мумии Сделаны Людьми Причем Очень Грубо То есть Просто Брались Косточки Которые Составлялись Ну В меру Их Понимания Для Некоторых Мумий Даже Использовались Черепа Мелких Грызунов Ну Грызунов Вот Для Таких Мумий Которые Ставились Вместо Головы Потом Они Чем-то Обматывались Обмазывали Либо Вот Белой Глиной Либо Что-то Типа Гипса Потому Что Я Не Встречал Чтобы Кто-то Из Исследователей Брал Вот Эту Обмазку На Анализ Но Явно Что Это Что-то Гипсовое Или Глиняное Легкий Легко Дисперсная Субстанция Возрастом Полторы Тысячи лет О чем Он Не говорил В своих Интервью Поль Но Рассказал Нам Значит Помимо Этого У входа В этот Склеп Было Ими Обнаружено Нормальная Человеческая Мумия С Хорошо Сохранившимися Погребальными Одеждами Которые Так Сать Относится К Периоду Расцвета Культуры Наска То есть К 5-6 Веку Новой Эры И Из Человеческая Мумия Была Туда Человек Был Либо Умершлен Либо Оставлен Умирать В качестве Сторожа Блюстителя Вот Этого Ритуального Захоронения То есть На основе Вот Этих Данных Можно Сказать Что Это Смело Можно Относить К той Категории Исторических Явлений Которые В антропологии Называются Культом Карга То есть Древние Насканцы Видели Живьем Представители Вот Иных Гуманоидных Рас Считали Их Более Развитыми Существами И Так Кстати В ходе Поклонения Вот Делали Вот Такие Ритуальные Захоронения Но Поскольку Вряд ли Они Вскрывали Так Сать Тела Своих Белых Богов А я Думаю Что Белая Обмазка Здесь Не случайно Использовано Чтобы Подчеркнуть Что Цвет Кожи У этих Существ Был Иной Нежели У Древних Перуанцев Не Медно-коричневый А именно Белый И В рамках Своего Культа Делали Подобные Захоронения Исследователи Которые Со Скептической Со Скепсисом Отнеслись К этому Открытию Не Учитывают Вот Те Факты О которых Я Сказал Более Того В В данном Погребальном Комплексе Кроме Мумии Были Обнаружены И Ритуальные Приношения Нескольких Категорий И Достаточно Необычных Для Культа Погребального Культа Местных Культур Перуанских Древних Будь то Наска Паракас Ика То есть Там Идет Как всегда Обычно Керамика Как Бытовая Так и Погребальное Изделие Из Шерсти Хлопка Но В данном Случа Погребальный Инвентарь Был Другой Двух Категорий Значит Было Достаточно Большое Количество Камушков Разбросано Вокруг Саркофагах И Внутри Вот Поль в этом Плане Вполне Открыт Я Дам Любой Камень Любую Лабораторию Изучайте Скажите Что это За порода Мы не Минерологи Мы не знаем Что это Такое Земного Происхождения Неземного Не знаю Кстати говоря По поводу Опять таки Позиции Скептиков То У этих Ребят Абсолютно Подход Некоммерческий То есть Поль В 25 Разных Лабораторий Ну В смысле 25 Различных Образцов От этих Мумий Отправлял В лаборатории Вот Давал Бесплатно Без всяких Денег Образцы Для исследований Тем кто К ним Приезжал Со Свою Ролику Он Говорил Вот Вот Мой Электронный Адрес Кто Готов Так сказать Исследовать Делать Какие то Виды Анализа Экспертизу Проводить Приезжайте Я вам Дам Так Сать Фрагменты Для исследований Никакой Коммерческой Как бы Никаких Коммерческих Целей Он Здесь Не Преследовал А Исключительно Так Сать Преследовал Тем Гноси Логически Вот Смотрите Какой Феномен Надо Его Изучать Но Еще раз Говорю Эти Камни Из того Же Погребения Из того Же Погребального Склепа Они Были Как Рассыпаны По полу Возле Саркофагов То И Часть Была Внутри Саркофагов Собственно Говоря И Мумии Тоже Вот Эти 20 С лишним Штук Лежали Как Частично Саркофагах Так И Рядом С ними То Есть Такой В общем То Не Кодифицированный Обряд Помимо Камушков Там Находились Каменные Изделия В частности Было Найдено Несколько Десятков Вот Таких Каменных Головок То Есть Черепов Весьма Так Близких К Той Конфигурации Которые Мы Привыкли Конфигурации Головы Чужого И Вот Фотография Одного Из Одной Из Таких Каменных Головок Маленькой Видно По пальцам Которая В отличие От Кукол Мумий Повторяет Классические Контуры Иного Чужого С Минделевидными Глазами И С Удлиненным Яйцевидным Черепом Собственно Говоря Помимо Головок Там Было Найдено Порядка Десятка Грубых Моделей Летающих Тарелок Если Помните Мексиканские Материалы Там Они Тоже Присутствуют В таком Ж виде В основном Правда Сделаны Из Керамики То есть Вот Здесь Перевернутые С ножками В общем Классическая Тарелка Образная НЛО Ну И Любимая Тема Фигурка Которую Можно В общем То Смело Рассматривать Как Фигурку Динозавра К сожалению Опять Таки Плохой Снимок Никак Это Не Лама И Не Какое То Иное Млекопитающее То Есть Если Данные Данную Находку Анализировать Именно В комплексе Мы Действительно Логично Приходим Именно К тому Предположению О котором Я уже Сказал Что Здесь Этот Погребальный Комплекс Нужно Рассматривать Именно С точки Зрения Культа Карга Который Существовал Как Был Представителей Древних Перуанских Культур Полторы Две Тысячи Лет Назад То Есть Они Явно Контактировали С этими Товарищами И В меру Так Своих Знаний Пытались Что То Сохранить Вот В Ритуалах Фотография К сожалению Очень Плохие Вот Но Есть Камушки С Изображениями С Примитивными Узорами Как Правило Спирали Видными Вот Один Из Таких Камушков Вот И Мы К сожалению Не получили Возможность Подержать Все это В руках Потому Что Поле Развил Достаточно Активную Деятельность Он Выходил На научной Организации И в Перу И в Других Странах Ну Смотрите Что мы Нашли Да Но Несмотря На то Что Это Было Объявлено Современным Новоделом С его слов Он Подвергался И подвергается Гонениям Со стороны Властей В чем Они Выражаются Мы Так и не Поняли Конкретно Ну Вызывали В какие-то Департаменты В том числе Человеческие И он Был Заинтересован В том Чтобы Донести Эту информацию Что Там Не было Ничего Инопланетного Потому Что По его Слава Инопланетное И Ну В общем Получается Такая ситуация С одной Стороны Да Да Официально Значит Это признано Новоделом С другой Стороны На На него Идут Гонения За то Что Он Пытается Эту Информацию Популяризовать На Кстати говоря Вот действительно Один из факторов Да То есть При Рентгеноскопии Так Средники Обнаружили Что На этих Трех Палых Кистях Хорошо Читаются Так Сойти Вот Не помню Как это Называется У медиков Вот То То Что Здесь Вот Остались Впадины Это Хорошо Видно Для Крепления Мизинца И Большого Пальца Значит Как нам Поле Объяснил Действительно По его Предположению Ну И согласно Рентгеновским Исследованиям Это Вот Сама Белая Мумия Белая Дама Мария Это Человеческий Костяк Не Составной А Именно Человеческий Черепной Деформацией Что Типично Для Многих Культур Этого Региона В древности Где-то Подшлифованные Глаза Сделаны Искусственно Чтобы Имитировать Глаза Живого Человека На Ушных Раковинах Тоже Подточено Или Там Дырочки Сделаны Что Касается Конечности Он Предположил Ну Вполне Закономерно Что У У Трупа Были Разрезаны Значит Вот Кожный Покров Чтобы Стало Шесть Фаланг То Большой И мизинец Попросту Отрублены Вот Как на руках Так и на ногах И именно Поэтому Получились Такой Длины В два раза Длиннее Шести Шести Составные Из шести Суставов Пальцы На руках И ногах А не Трехчастные Как у человека Просто За счет Что Да Это кольцо Значит На кисти Нет На кисти Была Вот здесь Фотографии Сейчас Вам Я вот так честно говоря И не очень понял Это та самая кисть Или другая Вот Которая была найдена Раньше Причем тоже Это служило Аргументом Для Скептиков Что вот Рентген Кисти Почему Такие здесь Хаотически Сложенные Косточки Которые Не имеют Никакого отношения К пястным костям Человека Равно как И Суставные Вот эти Кости Кроме Вот Окончаний Явно Не на месте То есть Это был аргумент Того Что это Ну Просто Неграмотно Сделанная Имитация Да Это уже Сейчас Мы и не отрицаем Но Что важно То что На кисти Марии Не тот Был такой же Вот Трубочка Втулка И даже На фотографии Хорошо видно Что она Вросла В эту кость То есть Если бы Это была Современная Поделка То достичь Такого эффекта Было бы Крайне Затруднительно Да и Смысл Более того Значит Поль там Показывал Вот Отломал Кусок От этого Запястья Значит Чтобы показать Минерализацию Кости И наличие В одном Месте Ну это Сначала Нарентген Снимки Увидели Потом Он в этом Месте Сломал Какой-то Ну Кусочек Кристаллизирования Кристалла Или Минерала Который Был Внутри Этой кости То есть Для Современной Фальсификации Тоже Абсолютно Бредовая Вещь То есть Еще раз Подчеркну А И еще Одна Вещь Которую Он Демонстрировал В роликах Которая Была Найдена С его Слов Это Мумифицированный Более того Даже Минерализованный Кусок Мозга Который Он достал Одного Из черепов Вот его Размер То есть Он Абсолютно Дедегрированный Порядка Там Сколько Здесь Получается Меньше Десяти Сантиметров В длину То есть Абсолютно Усохший Но потерявший Всю влагу Мозг У нас Практически На 90% Состоит Из воды Вот И соответственно Ничуть Не совпадает С размерами Самого Черепа То есть Минерализованный Мозг Там тоже Был найден В этом Комплексе Что касается Трехпалах На территории Вот Прилегающих К Тихому Океану Пустынь Как на территории Перу Так и в Чили Существует Огромное количество Петроглифов Которые Хорошо Известны И среди них Встречаются Вот такие Вот изображения Трехпальцевых Существ Естественно Как и большинство Петроглифов Рисунки Выполнены В очень Примитивной Почти Абстрактной Манере Тем не менее Они имеют Место Быть И Официальная Археология Ничуть Не Отрицают Их Древность Ну так Древние Перуанцы Изображали Может Духов Ну кому Кому Какая фантазия В голову Придет Ну У нас Тоже Своя фантазия Мы можем Сравнить Изображение Вот этих Трех Трехпалых Существ С имеющимися Мумиями Культа Карго Поэтому Подводя Итог В общем То Я считаю Для меня Лично Как бы Вот Данная Находка Является Как бы Подтверждением Именно Палеоконтакта На территории Центрального Перу Который Состоялся Порядка Полутора Двух Тысяч Лет Назад И Постать Появление Культа Поклонения Представителям Более Выскоразвитой Расы Вполне Вошло В обычай Древних Перуанцев Ну Собственно Говоря На этом Тему С Контактерами Я бы Хотел Закончить Единственное Ну Как бы Довеском Или Подскриптумом Скажу Что По словам Поля Значит Собственно Говоря Исследование Этого Захоронения Было Неодноразовым А длилось То есть Несколько Раз Ребята Проходили Расчищали Доставали То есть Это не Не за Один Забор Они Это Забрали И В ходе Вот таких Посещений Этой Местности Они Несколько Раз Видели Аналогичных Существ Вот Которые Наблюдали За ними В живом Виде Без Всяких Галлюциногенов Да И Один Из Этих Копателей Один Раз Видел За что Купил За то Продал Да Голубокожую Женщину С Рептилоидными Чертами Так Суть Головы Которые Увидев Что На нее Обратили Внимание Сделала Так И Мягко Выражаясь Исчезла Поэтому Закрывая Эту Тему Единственное Еще Хочу Показать Вам Парочку Фотографий Это Буквально В последний День Пребывания В Перу Когда Мы Ехали На Памятник Который Раньше Не посещали Заехали В небольшое Городишко Я На Междугородней Трассе Где Находится Музейчик Состоящий Из одной Комнаты Посвященной Вот этой Мумии Которая Естественно Считается Что это Мумия Инопланетного Существа Найдена Была Местным Жителем Лет Наверное 10 или 12 Назад В общем Они Из этого Дела Сделали Такой Инопланетный Проект Вот К сожалению Там Рома Пошел Разговаривать С местными Товарищами Чтобы Встреть С этим Мужчиной Который Собственно Говоря Нашел Эту Мумию Но его На тот Момент Не оказалось В городе А нам Нужно Было Возвращаться В Куске И улетать В Лиму Вот То есть Мы Это Просто Посмотрели Сделаю Парочку Фотографий Но Честно Говоря На мой Взгляд Это Данная Мумия Вполне Могла Принадлежать Также Человеческому Ребенку Потому что Небольшая Вот такая С Искусной Деформацией И Пускай Здесь Необычные Глазницы Но Действительно Родовые Травмы Зачастую Приводят К очень Сильным Изменениям Черепа Младенца В общем Я тоже Видел В других Местах В Перу Так называемые Инопланетные Черепа Которые В интернете Подают Черепа Чужих А Специалист Когда смотрит Даже по фотографии Просто Это из моего Опыта Профессор Который Моя Показывает Фотографию А что Говорит Вполне Типичная Родовая Травма Не Ну Здесь Искать Иноземных Инопланетных Гуманоидов Так И С С Этой Мумией Ну Еще раз Повторюсь Что Перуанцы Крайне Так Сильно Интересуются Темой НЛО И Инопланетного Присутствия И Это Связано С тем Что В отличие От многих Других Стран Там В большом Количестве Наблюдают Феномен НЛО Тем более Что Треть Страны Это Горная Часть Западная Восточная Кордильера Ант И Там Их Присутствие Наблюдается Наиболее Часто О чем Я Собственно Говоря Сегодня И Говорим Ну Это В довесок О том Что Мы Мы Треть Что Что Там За Червяк Ну Трудно Сказать Потому Что Не Знаю Я Не Могу Ответь На Этот Вопрос Потому Что Мумия Находилась Под Стеклом Ковыряться Естественно Там Никто Не Ковырялся А По Общаться С Человеком Нашедшим Ее Нам К сожалению Не Удалось Насчет Возраста Я Говорю Те Представители Науки Которые Брали Образцы Для ДНК Анализа Или Делали Рентгеновские Снимки Я Не Слышал Что Кто Нибудь Брал На Радиоуглеродный Или Термолюминесцентный Анализ Поэтому Официальных Датировок Здесь Получено Насколько Мне Известно Не Бало Возраст Полторы Тысячи Лет Это Мое Предположение На Основе Того Что Именно В этом Комплексе Лежала Человеческая Мумия Не Кукла Вот А Нормальная Подвергнута Естественно Мумификация Тела В традиционных Для этого Периода Погребальных Одеждах Вот Которые Хранятся Сегодня Где-то У поля Но Нам ее Не Демонстрировал Поэтому В данном Случае За что Купил За то Продал Это С его Слов Точный Возраст Здесь Никто Не Устанавливал Что Что касается Там Анализа ДНК Почему Определить Что Это Женщина Потому Что Не Обнаружили Там Игр Хромосомы И Там У скептиков Был Вполне Весомый Аргумент Если Делали Анализ ДНК Почему Тогда Не Обнаружили Там Инопланетных Генов Да Обнаружили Только Пол Но Это Опять Таки Вопрос К Скептикам В общем Насколько Мне Известно Анализ На Х Хромосомы Примерно Как Велосипед От Мерседеса По Объему Работы По Сложности Одно Дело Найти Х Хромосомы Другое Дело Вычленять Все Цепочки И И И Искать Какие Чужие Фрагменты Поэтому Полноценный Анализ ДНК Если И делался То Мне Результаты Неизвестны Они Слежители Объясняют Почему Серые У них Там Поселились Скажем Наиболее Частые Контакты Которые Полторы Две Тысячи Лет Наблюдались Перу Мексико И До Сих Пор Никаких Легенд Не Сохранилось Почему Они Там Живут Там Климат Хороший Или Базы У них Понравилось Или Упали И Сломались Насчет Легенд И Преданий Которые Сохранили Б Местные Жители Из Седой Древности Я Не Сталкивался Во первых Вот В наших Общении С этими Товарищами По моему Ни разу Не звучала Тема Чтобы Они Объясняли Вот Те Вопросы Которые Ты Задал Что Что Они Тут Делают Чего Им Здесь Надо Во 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 Мексики И Ну Значительно Большей Степени В Мексике В меньшей Степени Перу В общем То Национальные Традиции Значительно Утрачены То есть Естественно Допустим В Перу Живет Порядка Там Семидесяти Процентов Народа Кечуа То есть Основной Языковой Семьи Южной Америки То есть Там Порядка Наверное 12 Что Ли Миллионов Человек Которые Сохраняют Свои Традиции Ходят Национальной Одежде Вот В общем То Продолжают Заниматься Земледелием В традиционных Формах Но Они Насколько Вот Я Это Успел Увидеть И Насколько Мне Известно В общем То Не горят Никаким Желанием Посвящать Белых Пришельцев В Свои Древние Традиции Там Хочешь Айвасочку Попробовать Или Кактус Пожалуйста Денежку Плати Вот Вот Тебе Как пивка Попить Да И При этом Естественно Ну За редкими Исключениями Тебя не будут Посвящать В таинство Этих Церемоний Хочешь Пожалуйста Приходи Бледнолицый Брат Пришел Попил Уехал До свидания Если что Заходи Вот Тем более Посвящать В Какие-то Древние предания Это то же самое Как вот Леша Рассказывал Про традиции Дагонов Одному Человеку Высказали Доверие Потому что Он с ними Долго жил Они видят Что человек Правильный Хоть и белый Его посвятили Дав Незначительная Часть информации А вот Таких Кто там Приехал На недельку Другую Чтобы написать Статейку До свидания Или можно Баечку Какой-нибудь Рассказать Легенды Были записаны У Некоторых Представителей Североамериканских Индейцев Уже в наше время Живущих В резервации Там В основном Представителей Народов Семьи Лакота Более известных Нам как сил У Айова Соседних Соседнего племени У Хопи Зуни Это юго-запад США Ну да То есть Лакота Долина Миссисипи Миссури А Навахо Зуни Хопи Это юго-западная Часть США Пустыня Аризон Гранд Каньон И прочее В этих легендах Которые Как бы Собрала Несколько Энтузиастов Там открытым Текстом Говорится Что Наши старшие Братья Пришедшие Со звезд К нам Относятся Как к младшим Учили нас Добру Вот Определенным Наукам И искусствам Мы с ними Общались Сейчас почти Не общаемся Потому что Мы потеряли Нашу землю Когда сюда Пришел Белый человек И они Прервали Эту Постоянную Связь То есть Отвечая На твой вопрос Вот такая информация Есть от представителей Североамериканских Племен А вот Что касается Современных Жителей Перу И Мексики Уверен Что они Владеют Такой информацией Но еще раз Повторюсь Делиться Вот так вот Просто Скажем Встречным Поперечным Совершенно Не намерен Так вот И ответ На вопрос Куда Белые Приходят Серые Наши Братья Высокоразвитые Белых Не любят Нигде Не те Белые Неправильные Белые Неправильные Неправильные Моются У Белые Продолжение следует...